В эфире студия Репортера, ее проведу я, Александр Вейцман. 1 декабря, в пятницу, Старканат Арт пройдет концерт замечательной группы Эпполец. И сегодня у нас в гостях фронтмен и вокалист этой группы Павел Береница. Павел, здравствуйте. Всем привет. Четвертый альбом, новый альбом. Продолжайте творить, это замечательно. И такой альбом, клип с этого альбома, с песней одна, и обложку этого альбома наши зрители могут видеть параллельно нашего разговора. Расскажите, пожалуйста, про альбом. Ну, это первый альбом, который мы готовили настолько долго. Мы чуть больше года его записывали. Начали мы записывать с Милошем Еличем из Экена Эльзы. Клавишный. Да, и первый сингл мы выпустили год назад. Потом через полгода мы выпустили второй сингл. Все это, естественно, с клипами. Клипы все можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Затем вышел гимн этого альбома, песня «Дит и море». И вот буквально за несколько недель до выхода альбома вышла песня «Одна». Все песни так или иначе связаны с морем. Это тоже первый альбом, в который мы настолько погрузились и описали то место, где мы живем, где мы родились. И, ну, скажем так, посвятили этот альбом отчасти городу Одессе. Хорошо, а вот есть клип «Дит и море», где вот он… и обложка у вас… Сейчас есть на «Дит и море» есть лирик-видео. Да, да. Ну, да, замечательно, кстати, лирик-видео. Вообще, это хороший тренд, вот последний, да, вот мода, когда вот есть клип и, собственно, со словами, как бы ты и слушаешь, и поешь, замечательно. Ну, это очень здорово, действительно. Обложка, если мы говорим про обложку, вот действительно морская, где это фотографировалось, где это снималось? Это фотографировалось на пляже «Дельфин». А, в Одессе, действительно, да? Да, это был, как бы, и концерт у нас был в этот день, и в пять утра мы уже стояли в одежде в теплой водичке. Хорошо, если можно охарактеризовать общую тематику песен, как бы вы охарактеризовали? Ну, я же говорю, что этот альбом пропитан морем. Там много тем затронуто, но так или иначе песни связаны с морем, и море идет красной нитью через весь альбом. А я вот почему спрашиваю, потому что в одном из ваших интервью вы сказали, что песни можно разделить на части, и тогда вот они, собственно, получаются вот как отдельные, несколько жизней получается этой песни. Вот можно вот ваши песни разделить на части? Вот один куплет, вот одну тематику несет, другой куплет, вот что-то затрагивает другую тему, возможно, в песнях? Не, ну, безусловно, что драматургия есть в каждой песне. Ну, я могу сказать, что в этом альбоме песни очень насыщенные, и они очень разноплановые по настроению, но тем не менее их объединяет и звук, и музыкальное направление. Хорошо, Милаш Ельич, вы сказали, как вообще в целом пришли к этому, к сотрудничеству, и как оно повлияло, собственно? Сразу после выхода нашего, ну, до третьего альбома мы начали работу над, начали подготовку к работе над альбомом «Диты моря», и я решил первый раз предложить сотрудничество какому-то саунд-продюсеру, мы начали его искать, много с кем советовались, и вот мы пересеклись с Андреем Хлобняком из Boombox на фестивале, и я ему рассказал о том, что вот у нас такой вопрос есть, может, он кого-то посоветует, и он посоветовал Милу Ширьевичу, так получилось, что так совпало, что Океанерзе нас буквально через пару дней пригласили сыграть вместе с ними на Черноморце концерт, и вот после этого концерта на автопати мы познакомились с Милошем, и я так между делом предложил ему посотрудничать вместе, и он сказал, круто, я почти согласен, но для начала давай ты мне вышлешь материал, мне интересно, с чем работать, и вот после этого я тебе точно дам ответ. Ну и, к счастью, ему все понравилось, и мы начали работать вместе. А вот где вот, на что он больше обращал внимание, какие акценты вот он расставлял при работе? Да с ним, честно говоря, с ним очень легко работать, он очень идущий на контакт человек, он очень открытый для всех всяких экспериментов, но тем не менее он никогда, при этом он никогда не давит 100% свою точку зрения, ему интересно сделать что-то интересное из того, что предложат музыканты, и как-то нас, может быть, если не переубедить, но привести к какому-то общему знаменателю при песне, потому что у всех же разные идеи, включая его, но его задача была объединить это все и сделать из этого конфету. Я вам скажу так, любую рок-группу, особенно вас, лучше приходить на концерт, смотреть и слушать, но сейчас это все равно уникальная возможность, потому что мы можем с вами обсудить, собственно, как создавались песни, поэтому вопрос такой, я знаю, что, например, Red Scotch или Papers рассказывали в своих интервью, что когда им нужно было записать какой-то альбом, то их музыкальный продюсер закрывал их в какой-то вилле, там две недели они сидели, им не разрешалось делать, нельзя было выходить, вот просто сидеть, как у вас в этот процесс, вот проходят записи альбома, сочинения песен. Тогда уже начался тур у Океан Эльзы, поэтому мы Милоша просто забирали из аэропорта, везли на репетиционную базу, вместе репетировали, после этого ехали. Он говорит, я бы жену видел, нет, нет, сначала к нам. Подожди, да, я бы жену детей увидел, подожди, подожди, да, 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 поехали, поехали. Приезжали на базу, оттуда мы ехали на студию, ну и вот в таком режиме мы работали. Скажите, ну вы, во-первых, уже побывали, стали участниками вообще множества фестивалей, действительно, не только в Украине, в других странах. Есть такое понятие, как одесская публика, есть другие публики, вот просто расскажите, как вас в целом принимают, вот, потому что мы не можем съесть. В принципе, везде люди, и нет большой разницы, ты выступаешь в Батуми или в Минске, или... У вас Батуми по Грузии, да, да. Ну, не имеет, не имеет значения, потому что на музыку люди реагируют одинаково, и... Но могу сказать, что в Одессе сложнее людей завести, чем в других городах. Может быть, еще это связано с тем, что одесситы знают, что мы из Одессы, вот. И более требовательные за это. Да, ну, это, скажем так, это ни в коем случае не обида, это, скажем, свой, ну, такое свойство одесситы. Скажите, ну, если мы говорим про концерты... Ну, это мотивирует очень, это очень мотивирует в том, чтобы во всех наших, во всех наших аспектах музыкальных достигать везде максимума и какого-то качества. Слушайте, ну, одесситы, во-первых, должны быть довольны тем, что у вас альбом называется «Диты моря», собственно, о море, все понимают, что речь идет о Черном море, а не о каком-то другом. И, собственно, как вы уже сказали, песни пропитаны вот Одессой. Ну, если мы говорим про концерты, стальконат-арт, помимо песен из нового альбома, я так понимаю, будут еще полюбившиеся хиты? Да, ну, мы в этом туре поступаем следующим образом. Мы в первую очередь презентуем альбом, а потом уже мы играем песни с других, ну, там, просто сборник хитовых песен из других альбомов. Хорошо, поскольку время нас чуть-чуть поджимает, но я все-таки вот люблю задавать такой вопрос и задам его вам. Вот возьмем артистов театра. Вот у них есть какие-то вот обычаи, перед тем, как они поднимаются, вот традиции, перед тем, как они выходят на сцену, там, ну, не дай бог упал сценарный текст, они на него садятся. У вас есть какие-то вот традиции, обычаи, которым вы следуете перед тем, как выйти на сцену? Мы всегда держимся за руки вчетвером, ну, не вчетвером, а уже там со звукорежиссером вместе с менеджером нашим. Мы с командой держимся за руки и потом расходимся. Причем мы можем иногда задержать из-за этого выступление, мы можем, я могу ребят спустить со сцены, ну, позвать со сцены, ребята, мы забыли подержаться за руки. Потому что если мы, ну, не то чтобы мы сильно суверенны, но все-таки мы любим соблюдать какие-то небольшие традиции, которые у нас уже за это время сложились. Павел, огромного спасибо, что посетили нашу студию. Увидимся все на концерте в Стальканат Арт. Можно даже пропустить тренировку какую-нибудь, потому что свои лишние килограммы вы с радостью, с удовольствием сможете скинуть у нас на концерте. Фитнес-тренировка обеспечена. Огромное вам спасибо, Павел, еще раз. Большое спасибо и удачи на концерте. Это была студия Репортера, ее провел Александр Вейсму. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok